Наверное, чтобы 20 только свечек израсходовали. Так что свечками сидели, а что делать-то? Свечки на электрические лампы жители 15-ти деревень Переславском районе сменили лишь накануне. Хотя со снегопада, что оставил их без электричества, прошло больше недели. И до сих пор последствия до конца не устранены. Свет периодически отключают. Территория большая, объясняет местная власть, а сетевая компания одна. Из города, чтобы устранить ситуацию, которая у нас возникает в Колокарево, 80 километров. О чем мы можем говорить? Как не допустить повторение недавней ситуации, когда снегопад оставил без электричества 30 тысяч жителей региона? Сегодня этот вопрос обсуждали в правительстве области. Здесь подводили итоги работы комиссии по чрезвычайным ситуациям. В восстановительных работах по всему региону было задействовано более 500 специалистов и около сотни единиц техники. Даже потребовалась помощь соседних областей. Общая протяженность отключений составила около 7 тысяч километров. Нарекания властей вызвала работа сетевиков. Почему вы все вышеперечислено не сделали до этого? Вот сейчас вдруг проснулись. И на шести листах написали всем замечание. А как вы к зиме готовились? Как вы ширину просек определяли? Как вы занимались провисшими проводами? Как вы работали с потребителями? Почему у вас нет колл-центра? Почему вы не готовы оказаться в зиме? Почему не обеспечить устойчивость энергии снабжения Ярославской области? Энергетики парируют. Зачастую линии были оборваны упавшими деревьями. А добраться к месту аварии сложно. Необходимо расширение просек для линий электропередач. Руководство МРСК стоимость этих работ оценивало 400 с лишним миллионов. Работы осложнялись и погодными условиями. Снег шел несколько дней. Такого в Ярославской области не было десятки лет. Это не просто легкий снежок. Это серьезное налипание на провода. Работали люди день и ночь. Спали по 2-3 часа в сутки. Я сам выезжал на осмотр просеки. Убедился, в каких тяжелейших условиях работали электрики. Это и болотистая местность. Это местность, где даже спецтехника не проходила. Удалось ли усвоить этот урок, покажет уже следующий снегопад. В правительстве между тем задумались о создании региональной сетевой компании. Нина Колсина, Владимир Чернов. День в событиях.